Здравствуйте, моя фамилия Сысуев, зовут меня Николай Юрьевич. Я бы хотел рассказать о своей истории Александру Ивановичу, Игору Викторовичу, обратиться к ним через видеообращение, потому как доверия к нашим структурам, Следственному комитету и прокуратуре у меня нет полностью. В 2018 году против меня возбудили уголовное дело по части 4 статьи 132. Меня обвинили в домогательстве к несовершеннолетней девочке. В общем-то, следствие велось год, мной был продан и полиграф, были сделаны все экспертизы, и никаких доказательств моей вины просто не было найдено. Дело готово к закрытию, и следователь, который вел дело, она мне сказала, что будет закрытие дела. В один из дней меня вызвал к себе руководитель Следственного комитета города Балакова и сказал мне, что если я не заплачу 3 миллиона рублей, то он меня посадит. Я, конечно, отказался от этого. На следующий день уже другой следователь, который вообще не вел уголовное дело, предъявил мне обвинение, взял с меня подписку о невыезде. Хочу заметить, что год велось следствие, и у меня не было никакой меры пресечения. Следователь другой взял с меня подписку о невыезде, и тут же отправили дело в суд для того, чтобы мне избрали меры пресечения и домашний арест. Судья следователю отказал, так как посчитал, что следователь в этом деле не участвовал никак, а в принципе он и не участвовал. И более того, снял с меня подписку о невыезде. Но, тем не менее, дело каким-то образом передали в прокуратуру сначала. Прокуратура быстро его подписала, и дело было передано в суде. В суде первой инстанции меня осудили на 14 лет. Лишение свободы. Из зала суда мне надели наручники и поместили в СИЗО номер 2 города Вольска. Апелляционным судом через 4 месяца я был выпущен на свободу. Суд приговор Балаковского суда отменил и дело на новое рассмотрение отправил. Также суд акцентировал свое внимание, что допрос девочки ввелся с наводящими вопросами и под психологическим давлением следователя и матери ребенка. Ну, собственно, там весь допрос, есть видео этого допроса у нас, там весь допрос ввела именно мать ребенка. И, как бы, в принципе, там и девочка ничего не сказала. Дело было передано на новое рассмотрение. Меня освободили из-под стражи на подписку о невыезде. В новом рассмотрении в Балаковском суде был, опять же, тот же прокурор, который запрашивал и в первом суде, и во втором для меня 17 лет. Пригласили, я хочу обратить внимание на именно прокурора, который девочку привели на допрос, чтобы устранить то, что написало апелляционное представление. Суд написал, что допрос девочки был с наводящими вопросами и наводящие вопросы и под психологическим давлением. Через три года вдруг появился специалист, некий психолог, который детским психологом не является, не является медицинское какое-то учреждение, она не заканчивала. Она являлась преподавателем одного из института по психологии. Привезла некую бумажку, в которой она описала, что через три года она сумела разбудить память у ребенка, и ребенок может пояснить все, что с ней творилось, ребенок переживает и так далее. Эта бумажка была без печатей, просто с росписью. Психолог об ответственности за дачу заведомо ложной экспертизы не ознакомливался. Более того, нам был сделан запрос в данный институт, и нам пояснили там, что психолог не имеет, данный психолог выступает в суде, просто не имеет, он не имеет такого необразования. Ну, покороче, можно так сказать. Прокуратура это пропустила, суд это тоже пропустил. Был допрос девочки, девочка рассказала, что якобы с ней что-то происходило. На основании ее допроса точно слово в слово, мною был проведен следственный эксперимент непосредственно в суде. Силу своих физических данных и физических данных девочки, при выполнении этого эксперимента, я просто не смог физически сделать то, о чем говорила девочка. Просто физически. Это видели и прокуратура, и судья, ну, соответственно, и сторона потерпевшей. Ну, тем не менее, меня опять осудили. Опять мне дали 14 лет, опять закрыли зал суда. Вот. Мы подали в апелляцию. В апелляционном суде на первом заседании судья назначил экспертизу. Экспертизу лингвистическую, психологическую, именно по допросу девочки. Через 4 месяца пришла экспертиза, в которой эксперты четко пояснили, что все вопросы на девочку оказывало психологическое давление. Что девочка не могла отдавать показания. Она могла отдавать только показания непосредственно сразу после произошедших событий. В силу своего возраста, на тот момент, когда якобы я совершил преступление, девочке было 3,5 года. Вот. И, кстати, первая экспертиза психологическая, тоже эксперт говорит, что девочка могла отдавать сразу показания непосредственно. А заявление поступило в полицию через месяц, якобы после события. Ну, в общем-то, экспертиза написали хорошую. В экспертизе четко обозначили, что вероятность того, что с девочкой что-то происходит, это в семье. В общем-то, на основании этой экспертизы судья вынес мне оправдательный приговор. Меня оправдали в связи с отсутствием события преступления. И мне назначили полную реабилитацию. 30-го числа меня этот приговор вынесли. 31-го числа меня освободили из-под стражи. 16-го июня я написал заявление на человека, который меня обвинял. Я написал заявление на начальника Следственного комитета. Замечу, бывшего начальника Следственного комитета. Сейчас его отправили на пенсию. У него много еще других нехороших дел. И заявление подал на следователя. Я отдал это нашему саратовскому начальнику Следственного комитета. Данное заявление он принял. Сказал, что он возьмет под личный контроль. Но дело в том, что сегодня я приехал в Следственный комитет Саратова и хотел узнать информацию по поводу, как продвигаются дела по моим заявлениям. На что мне было отвечено, что мы будем рассматривать 30 дней и что пока оснований для заведения уголовного дела они не видят. Дело в том, что в приговоре четко указано, что у потерпевшей, бывшей, был мотив оговорить меня. Мотив, я вам сейчас тоже немножко поведаю об этом мотиве. На моем юбилее 45-летнем они были приглашены с мужем. Муж у нее там напился и начал показывать свой половой орган женщинам-гостям. Он выходил на улицу и демонстрировал, всячески призывал, что он всех любит, всех хочет и так далее. И на фоне этого у нас с ней произошел очень сильный конфликт. Вот. И я сказал, чтобы ноги ихней в моем доме больше не было. Ну, как бы, она приходила извиняться и так далее. Ну, и вот, еще там момент был, девочка, это есть материал уголовного дела, все. Девочка играла в один из дней, в 19-го числа, перед подачей заявления с игрушкой Бобер, говорящий Бобер, и называла некие слова, и потом Бобер за ней это повторял. Слова нелицеприятные были, я поинтересовался у девочки, откуда она знает эти слова. Ну, и девочка мне рассказала историю. Это тоже есть в материалах уголовного дела, я не буду об этом сейчас рассказывать. Если вас это заинтересует, там все написано. Я, в свою очередь, сказал это матери девочки. На что она мне ответила, что ты ее слушаешь, она про тебя так говорит, про всех мужчин. Она фантазирует, врет, не слушай ее, что ребенок. И через два дня появилось заявление на меня. Вот, собственно, этот конфликт и есть. В приговоре четко описано, что мотив для оговора эта женщина имела. Также описано, что события преступления, в принципе, не было. Я обращаюсь к вам, потому что, как вижу, ни прокуратура, ни следственный комитет, во-первых, передо мной до сих пор прокуратура не извинилась. Не принесли мне извинения, не написали на работу, в связи с чем у меня проблемы на работе возникают. Вчера, в четверг, я ходил к Бурлаченко. Это руководитель нашей Булаковской прокуратуры. Так вот, руководитель данной, он вообще как будто ничего не знает. Я ему говорю, вот у меня оправдательный приговор. Он говорит, да, я что-то слышал, но я не ознакомлен с ним. К этому гражданину не раз обращалась моя жена с заявлениями о нарушении прокурором. Нарушений было очень много, даже в судебном процессе. Например, одно из нарушений, это я вот сейчас самое первое, которое мне в голову пришло. Государственный обвинитель через два года на отдельных листках принес в суд росписи ознакомления экспертов за ответственность за дачу ложных показаний. Первая экспертиза, в ней, которая была первой экспертизой, кстати, на основании которой меня обвиняли, в ней этих росписей просто не было. Два года. Ее пропустили следователи, ее пропустила прокуратура. Я так понимаю, на нее просто никто не смотрел. Хотя это было, как они говорят, прокуратура, одно из основных доказательств моей вины. Когда мои адвокаты обратили на это внимание, прокурор вдруг, как волшебница, принесла два листочка, причем ксерокопии листков, и суд принял. Я, конечно, не юрист, но вот вчера не удержался, задал вопрос господину Бурлаченко. Я говорю, а так вообще можно? На что он мне ответил, а суд принял? Я сказал, да, суд принял. Ну, значит, можно. Человек, я так понимаю, вообще в законах не разбирается. Да и, наверное, не хочет разбираться. Я могу сказать, что у нас и со следствием, что с судом Балаковским, что с прокуратурой. Это разговор слепого с глухим. Они, я на протяжении трех с половиной лет, не они мне доказывали мою виновность, а я доказывал свою невиновность. И мои аргументы, не суд, никак на них не отреагировал. Да, кстати, по суду и прокуратуру. Что удивительно, это был первый суд, да? То, что представитель потерпевшей меняла постоянно показания, она раз пять поменяла на следствие. На суде совсем другие. Она говорит, я так сейчас лучше помню, чем тогда. И на суде, когда она новую версию произошедшего выдвинула, соответственно, у адвокатов и у меня появились к ней вопросы. Ну, на что она взяла 51-ю поправку? То есть она меня обвиняет, но отвечать ни на какие вопросы не будет. Я был в шоке просто, то, что и судья поддержал, и прокурор поддержал. Одностороннее какое-то рассмотрение. Я, в принципе, не доверяю ни саратовским, ни балаковским правоохранительным органам. Конечно, то, что мы отдали начальнику следственного комитета Саратова, он сказал, что возьмет под личный контроль. Но я не вижу никакого личного контроля, так как прошло уже 8 дней. Мне не звонили, не вызывали, хотя должны были допросить. Там есть свидетели, там есть, ну, куча вопросов. А, допустим, на следователя, он на работу к моей жене приезжал вечером, угрожал, есть свидетели. Никого не допросили, ничего, непонятно вообще, ведется. Скорее всего, и не ведется. Ждут срок 30 дней, потом скажут просто отсутствие. Александр Иванович и Игорь Викторович, я считаю, что у нас, у Балакова, работает ОПГ. Таких дел, как мое, не одно. Я думаю, что до вас будет доходить эта информация, если вы почитаете местные СМИ. Там есть конкретика. Я считаю, что Саратовская область прокуратура прикрывает Балаковскую прокуратуру. Прошу вас взять это под личный контроль. Рассмотрите, вы понимаете, в чем дело? Люди, сейчас вот даже мои знакомые много пишут. Они просто говорят, вот будет девочка, ребенок упадет, который нужно помочь, а он не подойдет к ней помогать, потому что он боится. А вдруг мама увидит и скажет, какие-то сексуальные наклонности у него есть. И все, человек сядет. И это говорят серьезные, нормальные люди, которые раньше бы пошли и помогли бы. Сейчас никто не подойдет. Сейчас люди боятся подходить к подросткам. Я прошу вас обратить на это внимание. И прошу вас разобраться. Я боюсь, что все люди, на которых я подал заявление, которые меня осудили незаконно, избегут ответственности.